Дмитрий Моисеев То есть об этом говорили и коэффициенты 1.10 примерно на Руслана и около 6 на Алгейере Соответственно за карьерой Руслана я слежу не так внимательно То есть смотрю лишь его основные поединки, например, такие как против Брейдли Такие как его последний бой, где он завоевал титул Этот бой я решил не смотреть, да и вообще в рамках блога я в последнее время не очень активен Но, что приятно, с утра зашел и сразу получил несколько сообщений от людей Которые хотели бы услышать мое мнение об этом поединке и о его результате Собственно говоря, пришлось быстро найти бой, внимательно его посмотреть и посчитать очки Думаю, мнение будет достаточно коротким, потому что говорить здесь и рассуждать много не стоит Немножко философии наоборот То есть каким образом можно судить чемпионский бой Его можно судить по принципу, что чтобы завоевать титул и победить чемпиона Нужно быть его на голову выше, это первый принцип Второй принцип, это когда просто судить со спортивной точки зрения Кто был лучше, тот и победил Третий принцип, это когда бой судится с учетом регалий боксеров То есть, допустим, какой-либо титулованный легендарный боксер может быть не лучше чемпиона Но ему отдадут победу именно за былые заслуги Ну и, пожалуй, четвертый принцип, это когда бой судится с учетом того, ну, кто какой национальности То есть, гостю могут победу не отдать Соответственно, домашнему бойцу и стены, и судьи помогают Этот принцип особенно силен в Англии, в Германии Что касается данного боя, значит, Руслан выступил недостаточно уверенно То есть, по раундам я отдал 7 раундов Алгиере 5 раундов отдал Руслану То есть, если бы бой прошел без нокдаунов в первом раунде Я бы отдал 115-113 в пользу Алгиере Но было 2 нокдауна То есть, соответственно, первый раунд можно было отдать в пользу Проводникова 10-7 Соответственно, мы отнимаем 2 очка от этого результата 115-113 и получаем счет 113-113 То есть, равный счет Я судил этот бой именно по принципу, что со спортивной точки зрения Кто был лучше, тот и победил Алгиере в целом по бою был лучше Но из-за того, что он дважды побывал на полу в первом раунде Бой он не выиграл То есть, ничья – самый справедливый результат Один судья отдал Руслану Бой, по-моему, 117-109 Это, на мой взгляд, слишком уж в пользу Руслана Потому что он Пусть его удары, как всегда, были куда более тяжелыми И наносили больше урон Но в целом он попадал меньше И выбросил ударов На самом деле, статистику я уже посмотрел Выбросили ударов, они примерно одинаково Но Алгиере был немного точнее И Визуально, особенно во второй половине Он был активней Как итог Что я могу сказать об этом результате? Можно ли считать это огромным ограблением? А вот здесь давайте вспомним те принципы, которые я назвал То есть, если судить бой по принципу Чтобы отнимать титул, нужно быть наглого выше чемпиона Руслан победил Если судить бой по принципу Кто был со спортивной точки зрения лучше, тот и победил Самый справедливый вердикт – это ничья И, соответственно, если судить по принципу Что домашнему боксеру Судьи могут немножко помочь Соответственно Можно отдать победу Алгиере Потому что Я отдал 7 раундов на 5 Но Я мог 12 раунд Там был более-менее равный Я его мог отдать Также Крису И, соответственно, он бы у меня победил То есть Каким-то сверхограблением Какое там было, допустим, в первом поединке Мэйни Пакьяо Тимоти Бредди Такого, безусловно, не было Но все-таки По общепринятым нормам Судить бой нужно в пользу чемпиона Это на мой взгляд То есть Чтобы победить Алгиере Нужно было или не падать Или тогда быть еще более Еще более уверенно вести поединок То есть Ничья Самый логичный Закономерный результат В итоге мы увидели Победу Алгиере Что дальше? Я не знаю Но очень-очень надеюсь Что В контракте на бой Был пункт о реванше Это был бы самый закономерный вариант Если же Их пути разойдутся Для Руслана я не думаю Что произошло что-то страшное То есть Вот этот вот принцип Подопечных Боба Армаму Как в UFC То есть Проигравший выходит на проигравшего Победитель на победителя То есть Руслан проиграл Проиграл в равном поединке Вполне возможно Что мы там увидим Какой-нибудь Второй поединок С Майком Альварадо Который потерпел Уже два поражения подряд Возможно Будет поединок С Брэндоном Ривисом То есть Мы окончательно Увидели Что Руслан Все-таки Достаточно Прямолинейный И Не очень Гибкий Боксер Который Плохо Меняет Свою тактику На протяжении всего Боя Он был заряжен На один удар Как сам сказал Пожалуй Это главный результат Его поражения То есть Чтобы он Выглядел хорошо И чтобы действительно Бои С его участием Были яркими Ему нужен Такой же рубак Ривис и Альварадо Это то что надо Что касается чемпиона Он проявил характер Он Имеет быстрые руки Он шикарно двигается На самом деле Очень-очень Мне напомнил Амира Хана По своему стилю По своим габаритам То есть Очень высокий Худой С длинными руками Отлично двигается Так велосипедист Как любят Называть на формах Он молодец О его будущем Я если честно Затрудняюсь сказать То есть То что он выдал Этот такой бой Не значит Что кто-то другой Его не сломает То есть Допустим Выйдет он Просев Кого-то Типа Майдан Уже перешел На вес выше Возможно Какой-либо другой Нокаутер Все-таки Дожмет его Руслана Я думаю Был этот шанс Он им не воспользовался Какой-то итог Этого боя Подвести сложно Ничего страшного Не произошло Руслана Все еще Все впереди Чтобы он сильно Изменился Ну Я не думаю Что это произойдет Очень жаль Что В судействе Нет какого-то Одного критерия То есть Один и тот же бой Можно посудить Абсолютно по-разному То есть И я его мог посудить Если действительно Я зарядился бы На то Что Руслан Россиянин Руслан Чемпион Как не посудить В его пользу Безусловно Я бы отдал Без какого-либо Ограбления Победу Руслана У меня в итоге Непредвзятая Получилась Ничья Но и Победу Алгейеря Я не считаю Каким-либо Ограблением Все это Именно из-за того Что Каких-то Общих Стандартов Нет Вот если Посмотреть На карточки Судей То есть Они Судили Абсолютно По-разному Кто-то Отдавал Большую часть Раундов Руслану Кто-то Отдавал Большую часть Раундов В первой Половине Боя О концовке Алгейеря Кто-то Наоборот Сначала Отдал Все Алгейеря Потом Концовку Руслану Но При таком Судействии Таким результатом Удивляться Не стоит Будем В дальнейшем Болеть за Руслана Будем Надеяться Что в дальнейшем Ему Все еще Дадут Большие бои Потому что Это поражение Конечно Ничего страшного Но Какие перспективы Были То есть Это был Проходной бой Который Нужно было Брать И возможно Были бы Поединки Против Пакьяо Возможно Реванш С Брейдли Кто его знает Возможно Большие бои В рамках Суперлегкого Веса Теперь Пожалуй Этого Ничего не будет Будут Другие Варианты Надеюсь Хорошие Надеюсь Мы увидим Еще не раз Войну В исполнении Рудникова Вот такое Вот мое мнение Делитесь своим Пообсуждаем Подписывайтесь Ставьте лайки Побед вам В ринге И в жизни До новых встреч До новых встреч